Начнем как раз, начнем с вас, наверное, Сергей Петрович Паршиков, представитель Минпромторга Новосибирской области. По поводу программы, с последнего мы тогда начнем. Вы знаете, что в последнее время программы сами по себе не разрабатываются по тому желанию, которое есть. Есть понятие ведомственных программ, есть понятие государственных. На каждый тип программы создано наше Министерство экономического развития, нормативно-правая база. И, соответственно, с нормативно-правой базой, значит, соответственно, выделяется либо координатор, либо, если программа охватывает несколько министерств, тогда может существовать такое понятие «подпрограмма». Если говорить, допустим, вы правильно отметили, что народно-правой розничные промыслы, это уровень определенного исполнительского мастерства и качества, действительно требует экспертного совета. Если Минкультуры будет создан, и у нас будут такие организации, которые будут проходить эту экспертизу и, соответственно, получать соответствующий статус, тогда да. Если говорить о ремесленниках и обидах деятельности, значит, связанных с ремеслом, в контексте даже вот этих новых изменений, которые планируются в законодательстве, то это действительно ближе к предпринимательской деятельности. На сегодняшний день, значит, у нас в Министерстве продолжает действовать программу по развитию предпринимательской деятельности. Мы даже где-то лет пять назад поделились уже по требованию руководства и часть денег отдали в программу развития потребительского рынка, куда перешло как раз, ну, скажем, перешло направление, связанное с выставочной ярмаршей деятельности для сельхозтоваропроизводителей и для народных художников. Ремесел, так сказать, если так уж и говорить. Ну, вот мечей она занималась, послание, как бы, в этой связи. Но, тем не менее, учитывая, что каждый год бюджетные средства добываются очень тяжело, и, естественно, любое министерство, вводя, как бы, свою программу, у нас по малому бизнесу, как бы, государственная программа одна, без подпрограмм. Почему это сделано? Потому что мы ежегодно участвуем в конкурсе на получение средств федерального бюджета для софинансирования мероприятий своих программных, по которым, кстати, предусматривается софинансирование и всех муниципальных программ развития предпринимательства на территории Новосибирской области, в том числе и для города Новосибирска. Особенно если речь это крупных таких мероприятий, которые соответствуют приоритетами эконом-развития России, то мы даже через свои программы для города Новосибирска уже несколько лет протаскиваем средства, значит, и федерального бюджета. Руни софинансирование достаточно высокий, на рубль областных денег получаем вот в этом году 9 рублей федеральных. Для чего была сделана именно государственная программа по малому и среднему предпринимательству, чтобы легче получать средства федерального бюджета? Она одна представляется на конкурс, один бюджетополучатель, допустим, наше министерство, и мы уже распределяем эти деньги федеральным бюджетом, сообразуясь по тем мероприятиям, которые задействованы в нашей областной программе, в том числе по межбюджетным трансферкам, передаемым муниципальным уровнем. То есть я просто говорю, чтобы вы понимали, в каком контексте мы работаем. Если речь идет действительно по нашей программе, то у нас такого понятия как мастера не существует. мы работаем с субъектами малого и среднего предпринимательства. Вы понимаете, если всего, как вы говорите, 15% является субъектами малого и среднего бизнеса, то это та категория, которая может воспользоваться мероприятиями нашей программы, в том числе для старта бизнеса. Кстати, Иван выступал, говорил, как он поэтапно развивал свой бизнес, в том числе, так сказать, отцоводческий. Вот приобретение племенных, допустим, тех же баранов относится к категории основных средств, которые компенсируются по нашей программе. В первый год деятельности мы, допустим, можем до 50% ваших затратных кап-положений на арендные платежи и так далее, после регистрации бизнеса компенсируем. И мы довольно большие суммы, как сами средства распределяем по предпринимательным заявкам из всех районов области, а по городу, но себе эти деньги федерального бюджета и областного отдаем, и город уже по своей программе распределяем эти гранты. Кроме этого, у нас, как было, продолжает еще действовать, хотя в меньшем объеме, компенсация затрат на участие в выставочной ярмарочной деятельности. Если ремесленник зарегистрирован, участвует в какой-то выставке ярмарки, он может на конкурсной основе переходить и получать эти субсидии. То есть мы 50% затрат субсидируем, но не больше 350 тысяч на один хозяйствующий субъект в год. То есть, если вы потратили на выставки ярмарки, ну, грубо говоря, там, 700 тысяч, то 350 тысяч, можете... А если 350? Компенсировать. Тогда 175. 50%? 50%. И оборудование 50%. И оборудование 50%. Да, если приобретается. Если вы для своей деятельности, уже работая не первый год, приобретаете оборудование, станки, значит, другое основное оборудование для производства, то, пожалуйста, вы тоже претендуете на получение 50% компенсации. Причем, вот уже на протяжении последних двух лет объем компенсации, получается, достигает до 15 миллионов рублей. То есть у нас несколько предприятий в прошлом году и в этом году уже получили предельную сумму 15 миллионов рублей, компенсировали за приобретенное оборудование. То есть, грубо говоря, они приобрели оборудование больше, чем на 30 миллионов. 50% 15 миллионов могли получить. У нас, кроме вот этой предельной суммы компенсации, еще размер субсидий ограничивается плаченными налогами в констатированном бюджете области за прошлый год. То есть не выше этой суммы. Но это все равно достаточно. То есть, если предприниматель за прошлый год заплатил 30 миллионов налогов, то на 15 миллионов он может получить компенсацию затрат на оборудование. То же самое можно получить компенсацию затрат по договорам бизнеса, если приобретается оборудование. Можно получить компенсацию процентов по банковским кредитам. То есть, это тоже личный сумм. На изготовление нет, к сожалению, потому что выделие здесь очень сложно. Именно те блоки, которые приобретаются и которые относятся к основным средствам второй и высшей группы. То есть, мы на комплектующие покупные субсидии не даем. Даем на оборудование, которое по основным средствам в классификации бухгалтерские относятся к оборудованию. Второй и высшей амортизационной группе. Поэтому, пожалуйста, первые три года деятельности, кстати, у нас давно действует очень популярная форма поддержки компенсации арендных платежей. Значит, если предприятие арендует производственные и офисные помещения, первые три года деятельности после своей регистрации, может до 50% затрат получить эту компенсацию. Но из расчета не больше 250 рублей за один квадратный метр в месяц. То есть, здесь можно получить, в принципе, до 3 миллионов рублей такую компенсацию по аренде. Пожалуйста, все на конкурсной основе. Вот, по аренде мы сегодня должны выпустить приказ. Вчера, если подписан был, я сейчас точно не помню. Но вчера я его согласовывал. То есть, вчерашим числом, где мы вышли, приказ о том, что мы объявляем конкурс на предоставление субсидий по арендным платежам, по выставкам, ярмаркам, по процентам по банковским кредитам. То есть, пожалуйста, и по бытовому обслуживанию. Ну, кстати, вот то, что мы говорим, значит, касается бытового обслуживания. Здесь мы продолжаем оказывать поддержку не только начинающим предприятиям в этой сфере, но и тем, которые действуют уже не первый год. Поэтому, пожалуйста, если это направление ремесленников подходит к понятию бытового обслуживания, можно и в прошлом, и в позапрошлом, и в предшествующих годах и в годах заявиться на конкурс по компенсации затрат, связанных с развитием бытового обслуживания. То есть, если ваш бизнес действует, и он предполагает рост, и в связи с приобретением к новому оборудованию, к новому помещению, к облечению объемов производства, и вы в этой связи как бы обращаетесь, что вам нужна государственная поддержка, связанная с ростом вашего объема услуг, пожалуйста, обращайтесь, получайте компенсацию. Она, правда, в невысокой сфере бытового обслуживания, но, тем не менее, за 300 тысяч рублей. Постоянно у нас несколько иные масштабы. То есть, то, что вы понимаете под малым производителем, это несколько иное у нас тогда микропроизводители. Вот у нас постоянно расхождение, потому что мы смотрим эти программы и каждый раз от них отталкиваемся, потому что там последствия, которые наступают после того, когда ты там подпишешь, например, пройдешь по конкурсу, это ты должен там увеличить количество рабочих мест, увеличить там производство и так далее. И вот это вот все вот в таком виде, оно, как бы сказать, не в состоянии быть... Неприемлемо. Да, неприемлемо вот к этим. У нас постоянно, вот я еще в прошлый раз, даже вот вступление с пеналью этой ортани, первое и второе, помните, вы... Я понимаю ваш вопрос, я что хочу сказать. Вот то, что касается требований, допустим, роста рабочих мест, это не наши котелки. Это требования приказа Минэкономоразвития России, федерального уровня власти. Если мы берем федеральные средства, мы обязаны их расходовать при таком условии. Если мы не отчитаемся о том, чтобы не приросли рабочими местами, то нас наказывают за невыполнение показателей эффективности, используя федерального бюджета, режет лимиты на будущий год, и недостижение церевых показателей. Поэтому это очень серьезно. Я понимаю, просто это... Мы просто вынуждены работать в тех правилах игры, которые федерация для нас прописала. Понятно, но это и делает неприемлемым воспользоваться этими возможностями, вот этим микропроизводителем, которые, ну, может быть, вот сейчас и банком, то, как разовьется в состоянии, будет. А вот наши все эти стартапы, нашего этого, ремесленного значения, они не позволяют? Подождите, вот стартапы как раз позволяют. То есть зарегистрировался, у тебя ноль рабочих, потом ты до конца года все равно кого-то принял, начинаешь работать. Ты же не с нулем рабочих организуешь бизнес, правильно? И там, если даже хотя бы один дополнительный рабочий проявляет в конце года, то это уже выполнение требований приказа. Понятно. То есть все должны просто перейти на такой, как бы, предпринимательский уровень мышления, на который не мог уже перейти. Потому что зачастую это какие-то семейные предприятия, какие-то необязательные отношения такие. Они не всегда формализуются, эти отношения, и поэтому... У нас не все, ну, скажем так, формы финансовой поддержки связаны с приростом налога. Только по федеральным, по областным, по выставкам, ярко, насколько я помню, по аренде, там такого жесткого требования нет, по бытовке. Поэтому надо смотреть по программе, что подходит. Конечно, если на оборудование вы не сможете прирасти, там сложно, ну, может быть. Ну, тогда, может, на другой форму можно претендовать на поддержку. То есть это-то возможно? Ну, вот, как бы сказать, гипотетически это возможно. Когда реально, вот каждый раз, когда я открывала эти документы, мечительно, неоднократно говорю, посмотрите вот это. И я подхожу даже для себя, я смотрю, какой-то стопор нахожу. А что говорить о людях, которые вот начинают буквально там с поделки и... Я скажу больше, мы раньше использовали очень жесткие условия по обязательствам, по приросту налогов, дополнительных налогов, там и так далее. Года три назад, даже, наверное, четыре уменьшили это требование, отказались, остались только на уровне налоговой базы прошлого года, как бы, вот сколько налогов заплатило, ну, заплатили, вот как бы на нее ориентируемся. А сейчас, учитывая серьезное финансовое положение, депутатский корпус, значит, очень серьезно смотрит на предмет эффективности наших мероприятий. И они хотят видеть в каждом мероприятии, а где будет расти налоговая база, на сколько, и хотят, чтобы это было в показателях эффективности программы. То есть, в этой связи, как бы, расход каждой копейки государственной требуется обосновать и доказать, что это выгодно будет с экономической точки зрения. И если, как бы, раньше было, может быть, несколько попроще, то сейчас, как бы, эти требования эффективности использования бюджетных средств возрастают на порядок. И мы здесь не вольны, так сказать, просто так, раз, как говорится, вот кожа опустил, и, пожалуйста, распределяй деньги. Потому что контроль идет не только депутатского корпуса, когда разрабатываем программы и вносим изменения, со стороны КСП, со стороны прокуратуры. Они все направлены на то, чтобы посмотреть, насколько эффективно используют государственные средства. государственные средства. Поэтому от этого никуда не уйти. Мы вынуждены в этих правилах и работать. с точки зрения художественного творчества. А товарищи, вы с точки зрения предпринимательства, экономики, бизнеса и законности всех действий. Поэтому то, что вы придумаете, прекрасно. Но мы сейчас о чем говорим? О том, что конкретно под нашу публику программ или мало, или почти нет. Потому что что власть хочет? Чтобы, ну, как-то показали прирост налогов. А о том, что, допустим, люди сами себя прокормят и как-то даже в социальную обстановку они влияют. Вот это не учитывается? Нет. Если она плетет свои носочки, вот она и будет. Вот смотри, наше министерство на протяжении последних нескольких лет несет такую миссию тратить государственные деньги, чтобы организовывать социальные и сельскохозяйственные диагнозы. То есть мы проплачиваем деньги в разных местах города за помещения, которые потом отдаем бесплатно предпринимателям, и они там реализуют свою продукцию сельскохозяйственную. Понимаете? Вот по такому принципу можно было бы подходить и, допустим, к ярмаркам ремесленников. Но для этого нужна соответствующая политическая воля и обоснование, что это даст. Если говорим про сельхозтоваропроизводитель, там четко ведется контроль, чтобы не меньше, чем на 20% цены были дешевле, чтобы это было действительно для народа подъемные цены и приобретение сельхозпродукции. Может быть, тогда и здесь тоже надо иметь какой-то стимул, что если не по ценам, то как-то по другим вещам, что идет как бы сбыт вот нашей продукции, ремесленников и народно-художественных промысла, которые ближе к этому. А кретерий здесь, получается, может быть только культурный кретерий, тут не может быть, или социальный какой-то. Здесь не может быть производственного промысла. Ну, смотрите, ситуация. То есть на этих ярмарках бабушкам, которые с самого садового участка принесли морковку и прочее, там имя и выражено, пожалуйста, на места. Ну, садоводческие, цветочные, там много, мы же тоже принимали участие в этих подобных мероприятиях. То есть там, вот пожалуйста, вот от сих до сих, вот они встали, там общество садоводов такие-то. А здесь, получается, ну, в очень редких случаях, когда пригласят наших мастеров и скажут, что вот, пожалуйста, то есть такой целевой программы нет, чтобы вот конкретно, ребята, давайте, вот это вот ваша аллея. Потому что, на самом деле, а чем отличается, допустим, тот, кто своими руками сделал какие-то изделия, пусть те же носки-варежки связал, вот так, вылез. Я как раз к этому примеру и привел, чтобы, может быть, сформулировать вот эту концепцию вот такой вот ярмарки, которую целесообразно там проводить, отбирать на каком-то конкурсной основе вот этих, ну, скажем так, предпринимателей, которые занимаются ремесленническим делом и иметь какой-то ассортимент вот направлений деятельности и поддержать со стороны государства, чтобы она была постоянно действующей, допустим. Вот у нас в экспоцентре тоже задача не тем, что мы плохо используем помещение, которое отвалится для презентации Новосибирской области, там оно пустует, как бы, в большей части. Мы сейчас там организуем, проводим некоторые мероприятия, в том числе с объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства. Ну, почему бы не использовать, допустим, то же, когда проводят... Ну, это вообще запомнил, то есть это как раз то, что... Нет, понятно. Надо сделать соответствующее обращение, допустим, что какие-то дни или приурочить к каким-то выставкам, которые ближе были к ремесленникам как раз, проводить, допустим, там, ну, или когда международная выставка проходит, когда зарубежные предприятия приезжают, чтобы они покупали бы сувенирную продукцию, производимую в нашем доме. Возможно, и такие варианты тоже. Ну, мы с вашим ведомством, с мечетиной Татьяной Борисовной, которая тогда отвечала за это направление, мы плотно работали и выставлялись, и приглашали, то есть и были отдельные ярмарки, которые проводились, будь то на территории Министерства культуры, в здании тогдашней филармонии, то есть вот конкретно Министерство промышленности совместно с Министерством культуры договорились и организовали подобную ярмарку, то есть выставили мастеров. Примеров такого хорошего взаимодействия-то было немало, мы их помним просто. А кто сейчас занимается или сейчас никто не знает? Ну, сейчас Яркова перешла в Министерство сельского хозяйства, сейчас Бранцев возглавляет управление потребительского рынка. Но, значит, у него с точки зрения там распределения там сейчас обязанности, мне сейчас трудно сказать, кто вот эту деятельность им будет вести, потому что император перед лишним кадров тут происходит у нас в Министерстве. Никакой надежды у нас на программу нету? Ну, вот... Пошло 10 лет, это тоже вопрос. Вот такую интегрирование, наверное, все-таки сложно. Наверное, надо как-то разбивать хотя бы по частям. То, что можно делать через Министерство культуры, значит, в Министерстве культуры. То, что можно, допустим, у нас в управлении, как вы хотите есть, какое-то специальное выкроить. Ну, давайте будем смотреть из тех мероприятий, что не хватает в нашей программе, есть еще на сегодняшний день. Мы сейчас разрабатываем новую программу с 17-го года, она согласуется. А с кем контактировать? С 17-го года новая программа. Давайте мы, если можем, туда как-то вставиться в свои направления. Позновато, конечно. Просыпаетесь, честно говоря. Нет, ну... Нас никто не приглашает. И так, по-моему, там уже плеш проели с этим 303-п, наши письма уже... А что такое 303-п? А вы не знаете, да? Вашему этому... 360-е постановление? Нет, 303-п постановление о ярмарках занимается Лариса Владимировна Петраченко. С мэрией город Новосибирск. Занимаются уже 9 месяцев. И те 9 месяцев, пока они занимаются, мы не работаем. Потому что на это время мэр наложил веды на проведение ярмарок. И вот как вы еще тут вообще живы, как организации, вы вообще... Петраченко, она вот в потребительском рынке работают в Управе Петербурга Петербурга. Понятно. Надо что делать? С кем нам контактировать? Нет, ну... Начинать надо, если так серьезно, контактировать с министром. Конечно. А он тогда уже по ситуации будет смотреть в какие-то стороны. Ну, понятно. То есть нам вот по результатам подготовить это обращение к министру, к Симонову, да? Опять? Тогда уж делать. Делаем. Делаем. А у меня люди делали, да. И администрировали, что мы думаем, и делаем. Нет, ну какого рода обращение? Вот надо из карты более в конкретное русло направиться. Нет. Вот у нас проблема, которая нас просто режет, это проблема с взаимодействием мэрии. То есть почему 303П не работает на территории города Новосибирска? Почему существует... Почему пока делают редакцию, 303П не работает? То есть я с Петраченко неоднократно разговаривала на эту тему. Она говорит, что она... Причем она-то тут? Он должен работать. И разбирайтесь с мэрией сами. А мэрия что отвечает? Что? А мэрия что отвечает? А в мэрии мы уже все прошли. Мы получили и заключение, значит, прокуратуры города Новосибирска, которая говорит, что незаконно делает эта мэрия. Получили заключение УФАС о незаконности действий мэрии. А мэр говорит, а я все равно буду так действовать. То есть мэр просто единоличный, но закон-то не выполняется. Министерство должно думать о том, что закон не выполняется? Каким-то образом я понимаю, что то, что мэр делает, это никак не повлиящее. Это муниципальная власть. Но невыполнение закона на территории города Новосибирска, оно может ли являться, значит, это, головной болью Минпромторга? Нет, ну, здесь на Совет Прокуратуре как раз... Есть все вынесенные постановления, все есть. Постановления есть, на руках постановления. На руках постановления УФАСа постановления. То есть сейчас срок выполнения этого постановления... Если срок постановления прокуратуры давно истек, то срок выполнения постановления УФАСа стекает 26 сентября. Ну, мне трудно прокомментировать, потому что это немножко не боя направления. Ну, каким образом? Чисто гипотетически, Минпромторг должно волновать не выполнение постановления Минпромторга на территории города Новосибирска? Должно. Ведь Новосибирск хоть муниципальное обвинение, но оно не исключено из... Понятно, понятно. Должно. Надо встретиться, наверное, все-таки с министром напрямую. А, то есть встретиться с министром. Хорошо. По пятницам, потому что мы принимаем по всем вопросам, так сказать, обговорить. Хорошо. Я думаю, он даст определенное поручение. Спасибо большое, Сергей Петрович. Спасибо, что вы так откликнулись. Вы всегда очень лояльны к нам и хорошо откликаетесь на наше приглашение. Спасибо. Вот. Я бы еще хотела в Министерство культуры услышать что-нибудь. Вот. Шарик Татьяна Алексеевна Важенина у нас сейчас здесь представитель Министерства культуры. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие друзья. Дай я без микрофона, можно? Да, у нас есть записи. Сегодня мы уже общались с Юрием Анатольевичем, Асаной Валерьевной. Я уже говорила нашим коллегам, что сегодня в Министерстве культуры сдан такой приказ, он для Дома народного творчества о взаимодействии наших общественных организаций, которые занимаются ремесленным творчеством, промыслом и декоративно-прикладным искусством, о разработке концепции развития данного направления. Сегодня здесь вот и Дома народного творчества. Присутствует начальник отдела Искарска, Евгения Александровна. По ходу сидим, обсуждаем. Я надеюсь, что у нас, конечно же, пройдет и дальнейшая встреча, чтобы нам обсудить и этот вопрос. Про программы, которые сегодня мы уже говорили, вы озвучивали их. Да, у нас есть программа «Культура Новосибирской области». Мы также работаем с этой программой, принимаем предложения в эту программу на 2017 год. Мы, по-моему, уже тоже про это говорили. Какие мероприятия мы можем включить в эту программу. Я знаю, что по «Сибирской керамике» Илья Анатольевич всегда была в программе, она финансировалась. Поэтому тоже готова к диалогу в этом вопросе. Тот план, который вы нам высылали, предложение по ярмаркам и выставкам, я это все тоже отдала в Дома народного творчества. Мы сидели, обсуждали с Евгением Александровной, как мы можем привлечь на мероприятия, когда они, в принципе, организовываются нашими учреждениями под ведомственным Министерством культуры, чтобы мы могли приглашать наших местников, мастеров и так далее для продажи своей продукции. То есть я думаю, что это не последний наш круглый стол, не последний наш разговор. Я надеюсь, что все это, конечно же, встанет на другие рельсы, потому что сегодня Игорь Николаевич Решетников тоже заинтересован в этом вопросе, о том, что взаимодействовать и сотрудничать совместно с общественными организациями, с нашими учреждениями культуры. Поэтому я думаю, что обязательно еще переговорим. Татьяна Алексеевна, я вот только хочу еще раз, потому что я до конца не поняла. То есть мы внесли предложение, у нас как результат был. То есть это, в общем, прозвучало даже, как не странно, это просто человек со стороны. Он сказал, что такие мероприятия, которые знаковые, топовые для города, ну, как, допустим, фестиваль «Артания», опять же, для меня близкий пример, они должны в плане, значит, того же самого министерства культуры и так далее, они должны были зафиксировать. Нам бы это было легче, получив хоть какую-то крышу, когда они были в плане, допустим, Минпромторга, вот, то это не обсуждалось. И здесь мы хотели бы то же самое. То есть, ну, мы не говорим там о всех мероприятиях. Пусть мы там, может быть, много написали, но вы бы сказали, ну, вот это не это, вот это действительно как бы… Нет, предложений, конечно же, очень много. Просто через нашу программу также идут все госзадания наших учреждений культуры подъедовательного министерства. То есть все финансирование госзаданий идет через программу… А мы не просим финансировать, мы просим включить программу, допустим, без финансирования. Ну, как без финансирования программы? Ну, пусть хоть с каким-то там минимальным условным, условной суммой. Вот мы там в свое время там не удавалось включиться в программу, городскую программу, допустим, а то, что Сардания включалась, городскую программу. Там была какая-то условная сумма, я даже не помню, мне кажется, что мы ее не получали. А потом ее секвестировали, но первое предприятие все равно прошло. То есть мы согласны на любые условия, но нам нужна крыша. Вот мы уже просто так говорим, вот. Потому что иначе что поделать, когда у нас некоторые администрации, муниципальные, прежде всего, не доросли до понимания того, что некоммерческий сектор, ну, с ним нужно взаимодействовать. И то, что делает некоммерческий сектор, они делают качественно и на хорошем уровне и так далее. Если бы, ну, не воспринимают, они спрашивают, кто за этим стоит. И вот для нас в данный момент, может быть, это чисто политический момент сегодня, очень важно включиться в эту программу. Мы поэтому и обращались, вот. Мы финансирование не просим. Мы сразу говорим, вы нас можете, допустим, поставить условно что-то, а потом секвестировать, но все равно это проще. Я еще раз поясняю, что программа культуры Новосибирской области, она идет с финансированием. То есть мы не можем оставить пустые клетки с нулями. Что это вот просто есть мероприятие, но не предполагается вообще никакое финансирование. И опять же все мероприятия, которые у нас запланированы через эту программу, они идут через наши учреждения. Просто так министерство культуры, как само, не проводит никакие вещи. Мы проводим с дирекцией фестивалей программы, Дома народного творчества и так далее и тому подобное. ДК Октябрьской революции. А с декабрьским сектором не может быть? То есть это проблема вообще, как бы сказать, взаимодействия? Наслирование прописать, но мы не обязательно расходы показать. Вот. Хорошее предложение. Хорошее предложение. Но это надо смотреть сейчас по этой программе. Я знаю, что какие-то мероприятия, вот на семнадцатый год мы уже сейчас планировали, смотрели, париместничество там тоже есть. Ну, естественно, все те предложения, которые вы внесли, естественно, никто это вносить не сможет и не будем мы этого делать. Просто нужно, я опять же говорю, это мы с Евгением сам обсуждали, что какие-то мероприятия нужно делать сообща с нашим учреждением, чтобы была возможность ремесленникам себя править и где-то там что-то продать. Вот, например, в субботу в парке Кирова будет проходить большой праздник, День Новосибирского казачества. Вот тоже ребята приглашают наших мастеров, ремесленников бесплатно предоставляют площадки для продажи, для выставки и так далее наших мастеров. Вот, если есть желание, могу оставить контактный телефон, можно там выставить. Ну, это опять несколько иное, то есть мы не о том говорим, мы очень жало, что мы говорим на разных языках, если мы в разных плоскостях прямо движемся. Я понимаю, о чем вы говорите. Просто сегодня, сейчас сказать вам, да, мы берем у вас четыре ярмарки, мы их будем проводить вместе, я не могу. Это точно. Даже разум не может сказать. И одно даже не могу сказать. Сегодня я на себя таки полночью взять не могу. Понятно. Ну, я просто хотела конкретно ответы оставить. Ну, еще есть выступления? Вопрос, может быть, есть? Нету вопросов? Ну, тогда я завершаю наш экспертный совет на сегодня. Значит, мы принимаем решение, как бы все-таки обратиться с предложением соответствующей организации министерства о необходимости, значит, разработки такого общего, общей программы развития ремесленничества в Новосибирской области. Мы считаем, это должна быть межведомственная программа. Как она будет? Вот я считаю, что это дело техники. Каким образом она могла бы быть выполнена? Каким образом соорганизовать деятельность разных министерств, определиться на те программы, которые сегодня существуют, значит, и уже действуют на территории Новосибирской области? Ну, вот так вот. Я благодарю всех тех, кто пришли сегодня, кто потратил свое время на то, чтобы все это выслушать. Вот, мы сделаем, значит, ролик, и этот ролик будет опубликован на инфонароде.ру, и, соответственно, у всех будет возможность еще раз прослушать, значит, нашу дискуссию. Спасибо большое всем. Вам спасибо.